Ровно 60 лет назад, 17 декабря 1958 года, первая советская атомная подводная лодка сошла со степелей Севмаша и была передана военно-морскому флоту тогда Советского Союза. Мы стали первым регионом СССР, где произошло это знаковое для страны событие. Об этом говорили и на конференции. История создания первой АПЛ «Ленинский комсомол», прошла которая в городе Корабелов. Стрительство атомоходов. Без этого нельзя сегодня представить ни Севмаш, ни сам Северодвинск. Научно-историческая конференция, которая прошла в городе Корабелов, посвящена дню рождения атомного подводного флота. Именно здесь он взял свое начало в 1958 году. Тогда была построена первая атомная подводная лодка АПЛ-3, позже получившая название «Ленинский комсомол». Работать приходилось много, но были молоды, полная сила, энергии. Ну и чувство такое было, что первая лодка в Советском Союзе. Юрий Иосифович Рачков был одним из самых юных строителей первого атомохода. Ему было всего 18. Он и сотни других специалистов трудились так, что от закладки ленинского комсомола до ее полной передачи военно-морским силам СССР прошло чуть более трех лет. Научным руководителем проекта выступил Анатолий Александров. Теперь его называют отцом Советского атомного флота. На конференцию приехал его сын Петр Александров. Интересно, что военно-морской флот не был привлечен к этому вообще. Они не знали. И они были против вообще атомной энергии в кораблях вообще, а в подводном флоте тем более. Ну, времена меняются. Вот вы видите, сегодня все не так. За свою морскую жизнь первая атомная выполнила пять автономных походов. А сейчас на Севмаше строят уже четвертое поколение субмарин. Наталья Пулина и Евгений Зыков. Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова